здравствуйте уважаемые коллеги друзья мы вновь собрались для того чтобы обсудить инновационный аспект развития экономики экономики украины возможно и мира но в том чем в том контексте чтобы посмотреть как развивался мир для того чтобы может быть подчеркнуть какие-то важные аспекты для нас и сегодня мы немножко меняем наш курс прогнозы формата по формат философско цивилизационный аспект инструментов макроэкономической политики и реформ которая проходит в украине у нас в студии эксперты горнат анатолий и на дороговоз юлия института эволюционной экономики меня зовут макаренко игорь я директор института эволюционной экономики я хотел бы обозначить проблему следующим образом украина вот недавно получила самостоятельность и ее суверенность обозначилась тем что украина имеет свои законы свой законодательный орган свой президент свой суд если рассматривать эти же процессы в цивилизационном плане который прошла европа то эти традиции были заложены монтеске во франции перед французской революцией и его рекомендации о том как создать более демократическое направление эффективное управление как раз заключались в том чтобы у монархов и императоров забрать эту функцию разделить ее на три детки с тем чтобы она не сосредоточилась в одних руках нужно сказать что мировая цивилизация прошла этот путь не просто действительно на сегодняшний день все во всех странах без исключения развитых странах власть разделена на три ветви но это разделение страны прошли с очень бурными событиями революциями и войнами можно сказать что несколько неприятно окрашивался этот процесс красный свет крови украине слава богу миновала все это дело однако мы наблюдаем очень странные вещи у нас есть законодательный орган власти который формирует законодательство и это законодательство вызывает недоумение законы есть законов много но чем больше они собираются тем больше законодательное поле начинает напоминать обе вы конюшни где одна волна народных избранников подготовила какие-то законы потом приходит следующая волна и вот наконец дошло до того что и избранники и бизнесмены и олигархи и президенты уже не могут нормально жить ввести дела бизнес осуществлять свою деятельность потому что нормативно правовое поле она полностью заблокировала возможную нормальную деятельность что же здесь происходит вроде бы как украина пошла по цивилизованному пути то есть вроде бы украина разделила власти вроде бы как получила суверенитет есть идентичность есть определенная историческая память что-то у нас не получается с сравнению даже ближними не совсем удачными соседями я бы еще сказала и сравнила вы сравнили с огнем конюшнями я бы еще применяла одно слово это такой законотворческий законодательный спам определенный когда действительно появляется очень много законопроектов которые заполняют как бы верховную раду и списки которые необходимо им проработать но вместе с тем это не меняет существующую ситуацию в стране и не это отсутствие конца культуры до отсутствие профессионализма в подготовке законопроектов это действительно очень большая для нас беда это очень ощутимо когда потом применяют принимаются законы которые работают не так или которые невозможно выполнить или которые наносит вред если говорить о последних изменениях в законодательстве которыми на которые так богат конец каждого года если смотреть последний отрезок исторически то мы понимаем что и в этом году в конце 2017 года были приняты аналогичные законы где больше были по лоббированы разные хотелки разных финансовых скажем группы и позвольте я может быть здесь в организационной части что-то не так вот например греки хоть и были далеки от периода французских революций и монтескена у них была очень интересная форма каждого народного избранника в конце они спрашивали что ты принял что ты сделал и одним воздавали почести они становились героями а кого-то садили в тюрьму за то что они сделали может быть и нам попытаться сделать такой контроль кто из депутатов какие отменял законодательные акты какие поправки почему кто подготовил те законы которые пришли пришлось отменять может проанализировать кто эти люди почему они почему они такие вот ну не совсем скажем оказались корректными по отношению к культуре и законодательному поле нашей страны ну скорее тут какие мотивы были у этих людей для принятия тех или иных законов и если нет личного интереса то обычно законопроекты просто проваливаются и сейчас у нас есть два вида таких интересов либо это ли какие-либо преференции для определенной части субъектов либо это гранты и это кстати а большая большая проблема потому что те средства которые приходят в нашу страну с тех же международных организаций они используются не так как нужно очень часто и большому сожалению именно они часто является причиной принятия таких вот дологих законов которые работают потом не так как как нужно это украине но я считаю что есть смысл пенсиально принципиально поменять подход то есть чтобы разработкой законопроекта занимались профильные специалисты и уже на финальном этапе передавали этот законопроект депутатам который был уже здоровым образом лоббировали эти законопроекты тогда мы будем иметь качественное законодательство и значит те желания избирателей которые были переданы и делегированы депутатам которые депутаты озвучивают верховной ради исходя из чего формируется запрос на тот или иной законопроектор законопроектор забота профессионально и мы значит в итоге имеем эффективную работу как верховной рады такие виде депутатов так и эффективные качественные реформы которые проводятся в стране через правильные законопроекты и которые отвечают интересам граждан в первую очередь и интересам государства интересная мысль вы говорите вы говорите об интересах и вы говорите о законах законах законов действительно наверно все таки невозможно решать вопросы без интересов но вот о законах законов который сказал свое время сократ повторил платон а потом как эхо эта идея и мысли прошла на протяжении двух тысяч лет отформатировал мнение всей европы а мы на нее равняемся это то что есть определенный закон который невозможно изменить это закон развития который нельзя изменить и этот закон развития рано или поздно он подошел вот к таким вещам как современные фундаментальные законы в области макроэкономики и я согласен с вами что необходимо обращать внимание на такие вещи ведь по сути это дело по сути это дело для того чтобы постичь эти законы макроэкономики люди посвящают этому всю жизнь например если взять экономику союз штатов америки то глава центрального банка последнее время это в общем-то макроэкономисты это профессора это люди которые всю жизнь посвящали изучение макроэкономики и конечно же они были рядом с государством для того чтобы перенять какие-то на практические навыки но все-таки это всю жизнь которая занимается макроэкономикой если у нас среди наших депутатов специалисты которые всю жизнь занимается изучением этого агрегата вот мы имеем допустим автомобиль если мы его ремонтируем но мы с этот агрегат несем кому мы несем к специалисту для того чтобы для того чтобы быть уверенными что этот агрегат будет ехать бесспорно это очень простая логика мы же вроде бы как не несем этот агрегат первым попавшим человеку на улице который говорит я тебе за 12 гривен сейчас вот это все дела как бы за интересный загран какой-то отремонтирую это все дело как ты там будешь ехать это уже там другой вопрос никто об этом не спрашивает а я тебе за 12 гривен за град все дела отремонтируют не не если здесь та же самая проблема монтеские о разделении властей только теперь уже о диктатуре нашей законодательной власти которая монополизировала эту функцию законотворчества в результате чего с одной стороны она непрофессионально видит макроэкономические механизмы и не может отобразить все эти нюансы с одной стороны с другой стороны у нас есть огромный корпус ученых которая занимается всю жизнь тем что они ученые это академия наук которая которая находится в стране которую те же самые депутаты угнетают урезая финансирование и вместе с тем у нас получается замкнутый цикл вот таких вот не совсем эффективных законодательных актов и законодательного процесса надо говорить наверно не только о том что законодательную инициативу принадлежит депутатам но нужно говорить о том что как раз таки системная реформа они обычно инициируются правительством и правительство в нашей стране тоже является субъектом законодательной инициативы и как раз таки вопрос профессионализма и как раз таки скажем советников или определенных людей которые действительно являются макроэкономистами этот вопрос можно задавать первую очередь и нужно сдавать именно правил правительству люди которые готовят реформы якобы до которые должны быть это прекрасно это при этом не обладая соответственно это супер прекрасные вещи которые вы говорите действительно так она и есть и правительство сегодня подготовила реформу ну пример много реформ возьмем реформу в сельском хозяйстве да вот они говорят что нам необходимо приватизировать земли и сделать рынок земли это прекрасная идея этой идеи нет альтернатив все развитые экономики проходили через это и мы должны будем пройти то есть сделать рынок земли но если мы не макроэкономисты и мы не понимаем многие нюансы и детали как вот например ведущие эксперты да даже и школы экономики и института политической консультации которые говорят что валовый внутренний продукт это это и и государства и инвестиции ферментами так далее то тогда не учитывается очень важный аспект как говорил иосиф шумпетер а совпадает ли процентная ставка по доходам сельском хозяйстве и в городе в промышленности если в сельском хозяйстве сейчас ниже а в промышленности она стоит выше в таком случае не было никогда механизмов препятствующим переходу перетоку сельского населения в город потому что в данном случае они получали бы гарантированно более высокий доход гарантированную защиту и таким образом вопрос земли как инструмента защиты его социальной защиты он отпадает при но такие вещи возможно не только при создании законодательной сферы а законодательной сферы которая позволяет развиваться инновационному сектору экономики с такой мощностью которая позволяет получить вот эти профиты с высоким уровнем процента но и так как процесс изменения государства это вопрос комплексный и для того чтобы изменишь ли глубоко реформы шли эффективно нужно еще и затронуть такой такой момент как правильное понимание протестантской этики когда деятельность человека она должна приносить пользу обществу когда человек в первую очередь думает о этих типа протестантской да о других потом думает о себе это касается понимание гражданами в своей деятельности того что происходит вокруг что такое государство какие взаимоотношения между людьми и между человеком государством уважаемые коллеги не напрашивается ли здесь такой вывод и такое предложение о реформировании законодательной творческой законодательной сферы о разделении этой власти на созидательную и утверждающие мы выбираем наших депутатов как наших избранников как нашу честь достоинства и и пускай бы это честь и достоинство оценивала бросала на весы своей совести в какой степени этот закон является отражением действительно интересов народа интересов отдельных групп лишив таким образом лишив таким образом депутата возможность подготавливать законопроект и дав это для тех людей которые профессионалами является в этой области мы бы разбили эту монополию которая приводит к искажению искривление этого пространства но тогда мы должны говорить вообще о реформе госуправления в целом потому что без реформирования исполнительной власти мы тоже не достигнем нужного результата может быть в этом и корни нашей коррупции кроется потому что в данном случае есть возможность получить свой профит не за счет деятельности в экономике а за счет манипуляции законодательства таки есть у нас сейчас спасибо уважаемые коллеги всего доброго до свидания до свидания